Ребята, всем привет! Меня зовут Владимир, вещаю из города Лепы. Это Латвия, государство. И мы занимаемся сегодня тем, что делаем уникальную работу. Вы же знаете, что мы обслуживаем всевозможные бренды. Марко Тодзи, Яна, Тамарис, Бугати. И сегодня очередная ночь. Сейчас, кстати, 2 часа ночи, да? И у нас ночные смены. Чем мы занимаемся на этом замечательном объекте? Тем, что, если кто не в курсе, что существует дизайн продаж. То есть существуют дизайнеры, которые разрабатывают интерьер таким образом, чтобы интересные вещи хотелось купить. Например, ребята, Бугати. Носочки 15 евро, да? Ну кто-то же покупает носки за 15 евро. Понятно, что они качественные. Не надо объяснять, что они номер один. И что они существенно отличаются от носков те, которые за 3 евро. Так вот, вернемся к дизайну продаж. И существуют цветовые решения, которые позволяют нам приобретать отдельные вещи. Смотрите, огромная брендовая стена. Ну как она грамотно подсвечена? Но видео будет не о рекламе, и видео будет не о дизайне продаж. Видео будет о нашей работе. Мы строители, и нам надо пахать сегодня ночью. Что интересно, само здание, в котором мы находимся, оно постройки 1922 года. И получается, что когда мы зашли сюда, мы нарвались на такую задницу. То есть ты берешь сверло, начинаешь сверлить потолок. Что мы там видим? Там известковая штукатурка, где 3, где 7 сантиметров, которую можно отверткой расковырять. И за ней старая панель или старый бетон, который тоже можно расковырять. И да, это торговый центр. И наша задача нужно повесить, словом, как они называются? Ленрейки. То есть нам нужно повесить ленрейки, разбросать ленрейки таким образом, чтобы помещение налить равномерно светом. Сейчас дам картиночку, как было раньше и как есть сейчас. То есть от и до. И действительно товар выглядит довольно эффективно. Довелось мне поработать с одним продуктом, с которым раньше... То есть я знал о его существовании, и вы знали о нем. Но мы отработали такое количество. Три дня мы пахали с утра до вечера просто вот с этим продуктом. И теперь я готов поговорить с вами о строительной химии. Значит, на этот объект нами было приобретено несколько ящиков строительной химии. Конкретно это был Вюртс, конкретно это был Хилти. И вот после третьего дня работы, ребята, фикшер – это фишка. А что такое фикшер – это фишка? Показываю. Предположим, мы здесь работаем три дня, и у нас тут выстроена целая бригада. Это такая серьезная пахота. И в чем заключается твоя работа? В том, что ты сверлишь дырку 12-18 миллиметров, засовываешь штырь, и все, и ты как баран с этим штырем должен стоять. И это нахрен не работа. И это не работа у нас было с Вюртсом и с Хилти. Очень хорошие бренды, и не буду я их хаять, я буду просто хвалить то, чем мы реально работаем. По финишу вышло, что поскольку мы работали несколько дней, Вюртс и Хилти, до свидания, мы взяли фишер. У фишера есть единственный косяк, то, что на территории Латвии крепление фишер. Нет проблем. А химия фишер – это жесть. То есть фишер мы заказали в гермашке, и нам его ДЧЛом притащили примерно за сутки. Да, довольно быстро, сам удивился. Спасибо специалистам из фишера, я не знаю, что это за мужики. Но фишер чем хорош, красавец, сейчас я вам расскажу. Значит, нам в комплекте пришли два дюбеля. Могу полностью врать, но на упаковке написано фиш-ха. Вот эта хрень называется фиш-ха, и вот эта вторая хрень называется, чтобы не соврать, бам-бам-бам-бам-бам-бам, ТН-15. Черт его знает, так это или не так. Но нам в руку попало два дюбеля. Об этих дюбелях я вам скажу следующую вещь. Существует два дюбеля, если пойдете по моей дороге, эта информация для отделочников будет важна. Вот так, ребята, выглядит стеновой дюбель, а вот так выглядит потолочный дюбель. Так чем же они, зараза, отличаются? Сейчас продемонстрирую. Предположим, вы берете перфоратор, сверлитесь в стеночку и загоняете, вот смотрите, стеновой дюбель. Да? Закачиваем туда химии, да не жалеючи побольше. Вставляем шпилечку, сейчас мы ее туда вставим. И вот вопрос, куда она нафиг денется, эта шпилечка? Вот стоит она и стоит. А теперь представьте себе, что мы вешаем ленрейки, и мы этот дюбелечек вставляем в потолок, загоняем, и тут такое движение, что эта шпилька имеет вес. Во-первых, она будет неконтролируемо отходить, а вы не увидите, отходит она и не отходит, потому что она будет падать не сразу, а будет делать это плавно и медленно. А вот это раз. Во-вторых, вам все равно эту шпильку придется держать. Даже с фикшером держать. Но чем отличается фикшер от вюрца, например, тем, что ты так шпильку держишь примерно минуты-полторы-две, а у этих, у вюрцев и у хилти мы держали по 10-15 минут. Что неприемлемо, если у вас 200 сверлений, например, и команды 6 человек. Но это бред. Аренда лесов, и наш час тоже стоит каких-то денег. Так вот, почему я говорю, что, скорее всего, это тупо стеновой дюбель, я говорю, не как специалист, не как рекламный агент. А вот это потолочный дюбель. Чем они отличаются? По идее, сетка абсолютно одинаковая. Цвет, а пластмасса, то, что в одном он серый, в другом белый, ну, мне кажется, это бредок. Какая разница, их можно местами поменять, все будет то же самое. Но здесь есть вот такая необходимая фишка, чем она интересна, смотрите. То есть, все то же самое. Мы сверлим в потолок дюбелечек, закачиваем туда химию полную, чтобы отсюда она немножечко вылезала. И вот что интересно, я беру вот этот колпачок, поворачиваю, туда воткнул. Две важные функции он выполняет. Химия не вытекает обратно, то есть, этот колпачок ее держит. Вот, и следующая фишка, если мы будем внимательны, я засовываю сюда шпилечку, она заходит совершенно по-другому, и шпилька держится. То есть, сам дюбель о том, что он выпадет, ну, нереально. Если тут, допустим, 16 мм, сверло 18-мм сверлите, аккуратненько она вошла, химия ее подпирает, она держит. А вот шпилька может упасть. Но вот этот вот зажимчик, он дает возможность держаться этой шпильки. Вот поэтому мы, честно говоря, как-то эту фишку сначала не уловили и чуть не пустили под откол всю нашу работу. То есть, нам сначала прислали вот эти дюбелечки, мы начали ими работать, но это не работает, а сущий ад. А мой совет, если вдруг попадете в такую ситуацию, как я, ребята, вот он, потолоченный дюбелечек, вот мы вставляем туда химию, и вот она работает. Для чего снимает идиотское видео, будете ржать, да? Но я обратился в компанию Вюртс, привет, ребятушки. Обещали помочь с консультацией, с химией, все будет, и на этом, в принципе, все закончилось. Обратился в компанию Хилти, ребята, вот такие, Влад, и самый лучший сервис Хилти в мире. Результат такой, что я не удовлетворен. И обратились к Фишеру, результат такой, что мы тоже ни хрена не удовлетворены. То есть, вот эти вот простые банальные вещи, о которых я вам рассказываю, которые сэкономят вам вагон времени, ни Вюртс, ни Фишер, ни Хилти нам не смогли помочь. И я думаю, что почему, потому что строительные химии не так много, не так часто, не так массово работают. Почему? Когда мы обратились вот за этим комплектом и пришли банально в магазин, причем сетевой магазин, выяснилось, что если нам надо три упаковки, то на всю Латвию в тот момент было полтора упаковки, если бы вы собирали в 16 магазинах. То есть, тема не рабочая, и поэтому я решил записать это видео, что она не рабочая, но она необходимая. В комплекте у нас идет вот такой тюбик и идет два носика. Кстати, отдельно можно докупать носики, и если вы будете работать, ребята, как работает вот этот тюбик? Этого тюбика примерно хватает на 4-5 соединений в нашем случае. Почему в нашем строение 2020 года, и там фактически рыхлая какая-то такая свиноподобная масса, то есть, примерно 9 сверлений мы делали и забивали один металлический дюбель. А если нам надо сделать все ровно и в линию, у нас ничего не получалось, и поэтому единственный вариант, который у нас был, это строительная химия. Что интересно, строительная химия заходит в этот потолок с первого крепления, я вешу соточку килограмм, я на этой шпильке вешу, и она меня выдерживает. Это реально работает. Для меня это была новость. Казалось бы, какая разница, я забиваю какой-то другой дюбель, и что, на отрыв не держишь 120 килограмм? Нет. А химия? Да. Значит, вернемся к комплекту. В комплекте у нас есть двухкомпонентная такая штуковина. Как она интересно выглядит, если вы не сталкивались? Обратите внимание, ребята. То есть, получается, что у нас есть такая масса, скажем, А, и внутри такая трубочка со вторым компонентом. И выглядит это примерно таким образом. Вот эти вот леечки, они в комплекте две. Когда они вам подойдут? Когда вы заряжаете, допустим, одну, один тюбик, и вы знаете, что вы пройдете весь ряд за один мах, тогда вы отделаетесь одним тюбиком 100%. Если вдруг вы затормозите, вы понимаете, что двухкомпонентные смолы, неважно какие, они все зараза подсыхают, и ничего из этого хорошего не получается. Здесь, что интересно, то, что основная масса идет по верхней части трубочки, а по красной дополнительно подмешивается второй компонент. Сейчас я посмотрю. Да, вот его видно. Смотрите, как он интересно идет. Слава, помогаешь мне. Видите? Вот он. Как он медленно идет, как он красивый, как змея прямо вьется. Видите? И вот пошел смешение компонентов где-то на середине тюбика. То есть сначала он шел одного цвета, а потом пошел другого цвета. Так, сейчас я его... Так, и мы можем видеть, что он вдруг, смотрите, в начале пути он белый, и потом становится такой серенький. Видите? Белый серенький. То есть примерно на середине трубки вот здесь происходит смешение компонентов. Засовываем вот сюда, и будем посмотреть, что из этого хорошего получается. Смотрите, какая офигенная фишка, да? Видите, что происходит? Видите? Красота. То есть что получается? Что когда мы засунули дюбель, если здесь, допустим, бетончик мешает, а вот с этой части образуется какая-то пустота. Она заполняет эту пустоту. Сейчас я, допустим, вынимаю. Я не буду уж полностью тут... Все-таки мы в крутом месте. Сейчас кассу еще засрем. Колпачок. И засовываем, смотрите, сюда химию. И химия вылезла больше. Видите? Все. Я ее могу оставить таким образом. Она банально тупо стоит. Да? И все, я пошел сверлить следующую. То есть, понимаете, дюбелечек ставил, закачал, оставил и ушел. Вот эта штука застынет примерно за 15 минут. Цикл схватывания 6 минут при температуре, ну, плюс 18, плюс 20. И все. И получается, мы можем про нее забыть. Когда мы будем уже ставить ленрейку номер 3 или ленку номер 4, один кто-то из ребят может уже накручивать несущее крепление и оставлять. Чем интересна еще эта химия? Значит, смотрите. Во-первых, мы работаем по торговым центрам. То есть, мы заходим в торговые центры. Нам очень важно время. То есть, нам 200-300 квадратов на полную реконструкцию дают, как правило, 5-7 дней. Это адские вещи. И поэтому нельзя работать непроверенными материалами. Нельзя работать неэффективными материалами. И мы остановились на фишере. То, что сервис все-таки у них получше. Ценовое предложение, я думаю, у них просто в топчике. И доставка. То есть, попробуйте... Я говорю про Латвию, ребят. Я прям не знаю, что там в мире творится, происходит. Но попробуйте заказать у Вюрса в Латвии 60 комплектов. Поржете. Попробуйте у Хилти заказать 60 комплектов. Будет гораздо лучше. Но вспотеете их тоже ждать, потому что проходит время. По времени быстрее, чем Фишер, никто это не делает. А, как правило, жареный петух в одно место клюет в самый неподходящий момент. Поэтому, если я говорю про Латвию, с Фишером это будет побыстрее. Блин, я боюсь ошибиться, но и Вюрс, и Хилти... Я очень уважительно к вам отношусь, ребята. Но вы проиграете по цене, вы проиграете по качеству и по сервису доставки. У вас реально ни хрена хорошего не получается. Чем интересен вот этот вариантик, который я вам показал? Как вы знаете, я занимаюсь шумоизоляцией. И есть много споров о том, на что крепить. То есть, обратите внимание, я буду консультироваться еще с технологами из техносонуса. А что, если мы засовываем дюбель, и вот в этой внутренней оболочке у нас дюбель фактически не соприкасается с бетоном? Поэтому я буду рассматривать версию, использовать в своих проектах по шумоизоляции эту химию. И, соответственно, когда работаем мы в торговых центрах, в брендовых, дорогих, как, например, в Бугатте, да, как вариант, это все-таки стоит денег. И здесь время, время это деньги. И не дай бог, в торговом центре у нас хоть одна ленрейка, хоть один дюбельочек, хоть что-то упадет, можно будет крест ставить на вашей карьере. Риску здесь нет места. И плюс ко всему, все-таки, это то, что достойно уважения. Это видео было образовательное для тех, кто не работал со строительной химией, для тех, кто побаивается строительной химией. Ну, простыми словами, как мог, вот на объекте взял, рассказал. Ребята, это не реклама. Если это реклама, то только реклама фирмы Бош, которая подогнала мне на халяву эту майку. Ребятам из Боша спасибо. Реклама Боша будет, видимо, позже. А эта штука то, что реально спасло нашу репутацию и просто такой момент благодарности. Если бы не Фишер, хоть знать вас раньше не знали, мы этот бы объект не реализовали настолько удачно, настолько правильно. Если вы находитесь в Латвии, в Лепе, торговый центр Курземы, заходите в сеть магазинов Inesking. Inesking – это наши партнеры, которых мы обслуживаем более 10 лет. Всю торговую марку Inesking – это все наши работы уже 10 лет. Ребята, здесь можно видеть работу строительной химии в действии. Да? Вот это действительно чудо, когда фактически не было никакого решения, и подсказка вот пришла неожиданно. На сегодня это все. Я надеюсь, что информация была полезна. Если было тебе полезно, с тебя комментарий и лайк вверх. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok